Volkswagen начал тестировать беспилотные автомобили четвертого уровня. В испытаниях участвуют пять электрических хэтчбэков Volkswagen e-Golf. Каждый из них возит с собой 11 лазерных сканеров, 7 радаров, 14 камер и мощный компьютер в багажнике, который успевает отработать до 5 гигабайт данных в минуту. Город — это самая сложная дисциплина в автономном вождении из-за огромного разнообразия ситуаций, в которых автомобиль должен разобраться. Тем не менее, это все еще испытательная фаза. Это значит, что на борту всегда есть водитель, способный вмешаться и получивший задачу постоянно наблюдать за системой. Volkswagen уже испытал машины на автобане и на многоуровневой парковке в аэропорту Гамбурга. Много времени проведено и на заводской территории. На полигоне скорость была ограничена 30 км в час. В Гамбурге, конечно, это не так, но некоторые ситуации здесь оказались легче, потому что трафик регулируется светофорами. С другой стороны, некоторые допущения, которые мы принимали на заводе, оказались неверны. Например, мы тестировали машины на широких дорогах, а сейчас имеем дело с более узкими, поэтому вынуждены адаптировать систему. Беспилотники ездят по трехкилометровому участку, оснащенными системами связи между автомобилем и инфраструктурой. Поэтому испытывают тут не только машины, ведь по замыслу беспилотникам нужна особая цифровая экосистема, в которой они смогут общаться между собой, светофорами и городскими комплексами управления движением. Одобрение типа транспортного средства на кроссовер российской сборки Audi Q7 расширилось. Теперь в него включена и родственная модель Q8. А это значит, что Audi планирует собирать в России и купе-образный Q8. Скорее всего, модель пропишется на Калининградском автоторе. Локализованные версии достанутся такие же моторы, как и импортным машинам из Словакии. Трехлитровый бензиновый V6 мощностью 340 лошадиных сил и аналогичный дизель мощностью 249 сил.